здорово воины и наконец-таки я выхожу снова в эфир не соратница прислала очень хорошие любопытнейшие подтверждение на мой взгляд все-таки того что было 200 лет назад именно ядерной катастрофы причем массивные и подтверждение тому немерено я вижу подтверждение во всем например вот в этой фотке это дерево суар и она имеет вот такой странный окрас и в то же время некие пятна здесь и дырки свидетельствующие о том что было какое-то воздействие на это дерево и при любопытнейшие есть фотки дерево из индонезии вот такие срезы не очень аккуратные поэтому собственно годовые кольца очень сложно посчитать ну в принципе можно попробую наверное купить сделать какие-то замеры пока лишь предварительно сообщаю то что она мне прислала благодарю соратницу что мы здесь видим мы что что в начале когда дерево было молодым цвет немножко другой вот здесь центр о чем это говорит отверстия разные это говорит о том что были повреждения очевидно выше на даже вот где вот самые черные пятна там прям пустоты то есть какое-то воздействие еще и дополнительное было то есть видимо дерево не оправилась и начала вот эти вот сожженные места как бы обходить там было что там возможно остатки радиоактивности которые не давали мне дереву зажить зажить и вот именно в этом месте возможно остаточная радиация как я предполагаю четко видно что вот воздействие было неоднородным вот здесь вот тоже есть выемка которая мешает дереву расти то есть дальше ты был на рост соответствует с этим поврежденным то есть вот пометил как шрам и бывает что шрам как бы обтекает вот уплотнение ткани у человека даже животных и шрам обтекает и вот остается вот у деревьев также вот там где повреждено вырежено там они меньше растут соответственно растут больше других компенсаторная функция вот в этих направлениях мы видим больше рост чем вот в этом вот где вот изначально вот он центр где было повреждено я все-таки полагаю что вот в момент начала роста просто где вот именно маленькие годовые кольца либо их нет совсем было какое-то количество непонятного вещества которое изменило цвет дерева но не белое это о чем говорит о том что наверное в почве в воде воздухе было какое-то количество других веществ скорее всего пыли как я предполагаю потому что если совместить это с оплавленными колоннами закопанными этажами из пример наложить на возраст этого дерева до примерно 200 лет назад мы видим вот самые темные пятнышки самые черные и потом чуть меньше они как слоями то есть потом были просто остаточные осаживалась вот здесь тоже хорошо видно вот он центр самые темные потом с одной стороны темнее то есть видимо откуда шло радиация поражения розоветров а вот уже более чистый потому что с другой стороны если бы еще знать где это дерево росло можно было сказать намного больше ну и как вот четкая граница когда все это закончится когда пыль осела то есть когда перестали бомбить им и подавлять сопротивление всего лишь моя версия смотрите то же самое другой срез другого дерева явно то есть заратница прислала несколько деревьев то есть это не явление одно единичное это рощица значит на всю рощицу которая там очевидно на горах то есть разные степени где-то больше оседала где-то меньше вот здесь вот но поражены все срезы все средства есть это все все вся территория была поражена вот этим вот явлением скажем так вот он центр то есть какое-то время предполагаю что лет 10-15 было очень массовая модировка очень много пыли на радиации все прочего и высокая температура и дерево как сгоревшие иная даже структуру и затем как бы с одного места то есть с одной стороны шло воздействие некое а там уже распределялась то есть вот отсюда условно дул ветер с радиации с пылью с изотопами со всей хренью с пеплом и вот это уже остаточная как бы облегала дальше мы уже видим чисто и если можете считать ну в теплом климате годовых колец нет годовые кольца это более в северных широтах появляется такое явление как годовые кольца о чем это говорит о том что все-таки давление стало меньше почему я так думаю потому что японцы когда хотят вырастить маленькое дерево они помещают его под калбу колбак и откачивают воздух уменьшают давление тогда она не растет большим соответственно если увеличить давление то даже вот это дерево любое наше дерево будет в разы больше в два раза выше давление в четыре раза выше дерево деревья были большими когда-то да сейчас куча продолжение того что давление раньше было больше и больше кислорода соответственно как будут расти в словах обилие кислорода иной температуры и иного давления даже наши деревья вопрос но здесь четко видно что вы тут нету почти колец а вот тут они в два раза больше чем были постараюсь больше информации получить и сейчас немножко покажу видео здесь такая же ситуация более точно видно то же самое дерево вот еще один наглядный хороший экземпляр очевидно дерево перестало расти после этого но вот здесь четко видно что некоторое количество лет лет вот оттуда сверху как бы шло а вот тут уже закруглялась то есть с одной стороны было воздействие какой-то год период больше какой-то меньше я так предполагаю все это впитывалось в в это дерево она как бы не имеет такой толстый коры она как бы в само дерево ну то есть типа березы то есть насквозь может проходить любую любое воздействие там нет толстого слойка коры как у сосны например что-то вроде дуба можно поизучать ногу тут очевидно очевидно слоями некое облегание и сверху уже до того дерево перестала расти это видимо было сухое судя по этому ну и некоторая полость предполагаю что все таки там тоже был кусочек радиации как отдельная часть которая не давала расти вот именно тут вокруг мешало вас заполняться я думаю что все очевидно и все говорит само за себя давайте посмотрим по конкретнее вот они срезы это разные срезы соответственно разных деревьев для подделок сувенирных и прочих вот посмотрите сами качество ну какое есть лучше чем ничего но я думаю что это еще одно подтверждение того что все таки была война и все очень явно и наглядно пустоты именно в тех местах где наиболее черные даже чернота этого выделяется и вода на большого и большого дерева врачи перестала расти давно благодарю соратницу за за это видео ну если положить что вот мои предположения верны тактология очень сложно посчитать на самом деле кольца потому что они размытые видимо из-за того что когда распил делали соответственно она размытое что это это дерево суар 78 сантиметров последствия катастрофы на мой взгляд это очевидно это сгнило она там внутри это пожар либо еще какое-то оружие да очевидно температурное воздействие и наличие каких-то иных веществ которые оставили след не просто сгорела дерево и потом восстановилась это что-то осталось в дереве что-то иное это разные деревья разные средства роща как минимум было это еще несколько примеров благодарю соратницу но я думаю вот на этом примере очень четко видно то что все-таки вряд ли это может быть какое-то чудо природы уж слишком все логично напоминает как вода обтекает так вот ветер обтекал и вот эти вещества они входили в дерево что это было неважно тормозит компьютер но не суть более важно другое более важно то что раз власть это скрыла по-прежнему настаиваю на этой версии поскольку нам дали придуманную историю придуманную религию и скрыли такое явление потоп когда закопаны этажи с дверями с окнами закопаны два-три этажа говорит о том что и не непонятно чем глина непонятно откуда она взялась но глина как раз таки вот и пил который осел осажденный пепел вместе с водой вот это вот вязкая субстанция на субатом на уровне размеченная то непонятно чего невоятно куда взявшиеся ну что в природе такого просто быть не может не перегнули чего там нет таких остатков это именно вот много раз сожженный пепел разнесенный буквально на атомы до атомарной пыли несколько факторов совокупности факторов говорит вам что была единая война но раз она была ядерно это условно мог большой мощности взрывы сопоставимые по мощности с ядерными не важно каких принципах и неважно с радиации или без радиация быстро уходит потому что даже на 7 палатинском прочих полигонах радиация в норме сейчас она в норме там тысячи взрывов и буквально через 10-15 лет уже все растет все нормально не радиации нет потому что это рентгеновский звучит генское звучание ушло пыль осела все чисто новый мир людей из оставшихся все есть на ролике дивный новый мир и многих других роликах канала ценозор смотрите канал сначала для новичков я это объясняю так вот то что скрыли это говорит о том что война была не между так называемые странами если бы все было по как по официальной истории страны были у нас 200 лет нас якобы как это начали одна страна либо коалица воевать с другой то сам факт скрывать было бы ну бессмысленно абсолютно потому что это как сейчас никто не скрывает вторую мировую войну да она была бойня много людей погибло меняются акценты американцы приписывают победу себе и говорят что гитлер плохой если бы гитлер выиграл был бы сталин плохой с рузвельтом и так далее но я условно я утрирую вот на уровень плинтеса возвожу вот саму идею памяти скрывать сам факт нет смысла наоборот вот эту войну великую использовали бы для пропаганды вот наша великая победа нужно помнить память предков и так далее всякая хрень при всем уважении к патриотам и так далее так было бы и и и и и вот сейчас пиарит некую войну с наполеоном который не был на самом деле ни одного доказательства что условные французы перлись с бронзовыми пушками в россию и москва сгорела якобы от наполеона наполеон сжег они ядерный взрыв и так далее о чем это говорит о том что война была не между людьми о том что роль проигравших все это очевидно неважно какая война роль проигравших стирается они делаются плохими а если проигравшие люди что сделали бы захватчики а я думаю примерно то это самое логичное примерно то что мы видим сейчас абсолютно информация во всем и даже о нашем статусе еды скажем так батарейки в лучшем случае не только наших тел но у наших душ потому что иного объяснению меня нет война была не между людьми а людьми и чем-то еще а вот между чем была война и чем мы являемся сейчас смотрите ролики на канале цельнозор например как глубоко мы в парадигме врага там все точки связаны максимально четко ясно наглядно добра соратники прорвемся